Азербайджан Участники считают, поставки из Азербайджана будут более надежными и сбалансированными. В Восточной Европе поступает из ископаемых источников, надо отметить. И, естественно, природные ресурсы, они исчерпаемы, поэтому в большем случае здесь говорится также экспортным о том, что от этого нужно отказываться. И поэтому возобновляемые источники энергии, они являются необходимым. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает амбициозным проект черноморского электрического кабеля, по которому Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Европу. По ее словам, реализация договоренностей поможет Европейскому Союзу укрепить безопасность поставок за счет передачи электроэнергии из возобновляемых источников в Евросоюз через Румынию и Венгрию. Кабель под Черным морем мог бы поставлять электричество нашим соседям в Молдове и на Западные Балканы, и, конечно же, в Украину, сказала глава Еврокомиссии. Диверсикация как раз-таки в сфере электроэнергии, она дает интеграцию возрастающей доли возобновляющих источников энергии до мощных интерконнекторов электроэнергии. Это будет также воссоединять, как мы говорим, здесь цифровые коммуникации, как тоже об этом было сказано, потому что цифровая экономика на сегодняшний день является одним из таких вот исполагающих, которые будут связывать обе стороны Черного моря с регионом Каспийского моря. Паша Холдинг запускает собственную программу по социальной поддержке детей до 18 лет военнослужащих азербайджанок, которые отдали свои жизни за победу в 44-дневной отечественной войне, а также во время армянской провокации в сентябре 2022 года. В течение 2023 года будут реализованы проекты в образовании, здравоохранении и других сферах для детей из этой категории, которым на данный момент не исполнилось 18 лет. К различным праздникам Паша Холдинг и сеть супермаркетов «Браво» передадут детям героев праздничные продуктовые наборы. Первые подарки доставят семьям уже с 22 декабря текущего года. Помимо этого, эти дети будут застрахованы со стороны Паша Иншуранс, и страховочный пакет будет обширным, будет включать в себя и стоматологические обследования, и обследование лечения хронических заболеваний и так далее. Проект планируется быть долгосрочным, так как тема сама находится в центре внимания Паша Холдинга, но, естественно, с внесением определенных изменений в зависимости от потребностей. В целом на проект выделено около 2 миллионов АЗН. Какие благотворительные проекты имеют большое значение для развития Азербайджана и помощи людям, нуждающимся в поддержке? Считаю, что этот проект откроет перед детьми героев новые большие горизонты, чтобы они чувствовали себя сильнее и увереннее в обществе. Как член семьи Героя благодарна Холдингу за участие в этой акции. И надеюсь, что такие проекты обеспечат светлое будущее наших детей. Пакистан надеется на дополнительные поставки природного газа из Азербайджана. Об этом заявил государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик на пресс-конференции. По его словам, дополнительные объемы необходимы для удовлетворения внутреннего спроса. Малик подчеркнул, что запасы газа Пакистана с каждым годом сокращаются, и это ставит страну перед необходимостью импортировать максимальный объем голубого топлива для удовлетворения растущего спроса. Рамочное соглашение о покупке жиженного природного газа из Азербайджана может быть подписано между Баку и Исламабадом в течение месяца. Мы работаем с Азербайджаном в рамках соглашения по газу и надеемся получить по одной дополнительной партии жиженного природного газа в январе и феврале. Объем дополнительных поставок газа из Азербайджана составит 20 тысяч тонн. Министр отметил, что в связи с этим ожидается межправительственное соглашение с государственной нефтяной компанией Азербайджана. Предполагается, что в рамках рамочного документа СУКАР будет предлагать СПГ Исламабаду по более низкой цене. Малик Тажга сообщил, что азербайджанская госнефтекомпания уже предложила Пакистану партию жиженного природного газа на 14 декабря. Однако из-за недоступности национальных терминалов Пакистан не смог приобрести это сырье. Подготовка рамочного соглашения с Азербайджаном находится на финальной стадии и будет завершена через одну-две недели или, может быть, через месяц. СУКАР ежемесячно будет предоставлять нам дополнительные партии. И у правительства Пакистана будет выбор, покупать эти грузы по фиксированным ставкам или нет. Хочу подчеркнуть, что политика нынешнего правительства направлена на облегчение тягот бедствующих масс. В феврале 2017 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области энергетики между Пакистаном и Азербайджаном. Компании СУКАР и пакистанская ПЛЛ были уполномочены для обсуждения необходимых деталей рамочного соглашения G2G на поставки жиженного природного газа. Пакистан рассматривает Азербайджан в качестве источника для диверсификации поставок энергоресурсов. И основанием для этого служит относительная близость рынков, а также братские отношения между странами, которые неоднократно подчеркивал президент Азербайджана Ильхам Алиев. К примеру, азербайджанское правительство в ноябре этого года приняло решение освободить импортируемый из Пакистана рис от таможенной пошлины. До этого она составляла 15%. Данная преференция будет действовать до 31 декабря 2027 года. Но на ближайшую перспективу важно то, что отныне Исламабад и Баку развивают отношения не только в транспортной сфере, но и в области энергетики. Мы знаем, что Азербайджан обладает богатыми природными ресурсами. Пакистану с быстро растущим населением численностью в 220 миллионов человек нужно много энергии. Для доставки нефти и газа из Азербайджана Пакистан планирует использовать маршрут через Иран. В последнее время пакистанские грузовики отправляются в Азербайджан через Иран на расстоянии в 3870 километров. Путь от Пакистана до Азербайджана занимает 8 дней, и я думаю, что это небольшое расстояние. Это не только увеличит торговлю между Исламабадом и Баку, но и поможет Пакистану в удовлетворении энергетических потребностей. Дорожная карта по экспорту природного газа, добываемого в Туркменистане, в европейском направлении должна быть определена на следующем трехстороннем саммите президентов Турции, Азербайджана и Туркменистана. Этому шагу будет предшествовать встреча глав Министерства энергетики трех стран. Об этом сообщил глава турецкого государства Реджеп Тайп Эрдоган на встрече с молодежью в городе Мардин. Соответствующие указания уже даны. Министру энергетики Турции вместе с его командой поручено провести предварительные работы с коллегами из Азербайджана и Туркменистана. Вслед за этими работами мы, как лидеры трех государств, проведем новую встречу и, надеюсь, примем решение о том, какой будет дорожная карта. Поставки природного газа из Туркменистана через Азербайджан в нашу страну оправдают все усилия. Согласно концепции проекта, предполагается, что на территории Турции будет создан хаб, в который будет поступать газ и откуда топливо затем будет транспортироваться в Европу. По словам турецкого лидера, Турция участниками этого проекта видит, не только в роли транспортного узла для топлива, но и как центр, где будет определяться цена на газ. Для этого нужно создать систему хранения. Мы видим, что Турция инициировала создание нескольких хранилищ газа. И вполне возможно создать биржу по торговле газом, куда может приходить не только российский газ, но и газ Азербайджана, Ирана, например, и так далее. Поэтому может быть и биржевая торговля. И здесь, наверное, можно ничего не придумывать с точки зрения какой-то формулы ценообразования Турции, а просто создать классическую биржу, потому что именно она и будет востребована, по всей видимости, в будущем. Соглашение о сохранении 30% лесов и расходовании сотен миллиардов долларов на природоохранные мероприятия было достигнуто накануне на 15-й конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии. Немногим ранее стало известно, что Европейская комиссия хочет обязать компании, желающие продавать в Евросоюзе кофе, какао, говядину, пальмовое масло, сою или древесину, собрать доказательства своей экологичности. Требуется доказать, что производство такой продукции не нарушается, не нарушать экологические нормы при вырубке лесов. Компании должны будут сообщать координаты своих плантаций или животноводческих ферм, чтобы за их территориями можно было наблюдать со спутника. Другими словами, эти территории будут полностью отслеживаться. Считается, что такая мера даст гарантии жителям Евросоюза, что в их странах можно купить только те продукты, которые не приводят к глобальному обеспечению и деградации лесов. Новый закон может вступить в силу после его принятия Европейским парламентом и Советом Евросоюза. Резко, но точно невозможно отказаться от всего того, от чего заявляет Евросоюз. Те позиции, которые есть в перечне, мы считаем, что в ближайшие годы Евросоюз просто не может отказаться. А если будет принято такое управленческое воздействие, и действительно произойдет отказ полностью от импорта в Евросоюз этих продуктов, но, наверное, европейцы это очень сильно на себе ощутят.